Университет имени Александра Сергеевича Пушкина является частым инициатором и базой для проведения различных научных конференций, собраний и встреч. Как и положено учебному заведению, которое идет в ногу со временем, многие мероприятия уже стали традиционными. Одно из них – Международная студенческая конференция «Классика и современность» в изящной словесности 19-21 столетия. Именно такое название носит конференция, которая уже не первый раз собирает на филологическом факультете учебного заведения студентов и магистрантов из университетов Беларуси, России, Польши, Китая и других. Международная научная студенческая конференция «Классика и современность» – одна из добрых традиций филологического факультета. И мы рады тому, что интерес к этому научному форуму не ослабевает. Вот и сегодняшняя конференция собрала более 100 участников. Если проследить географию наших участников, то от Москвы до Магадана это не будет метафорой, потому что на самом деле заявили очное участие студенты из Московского государственного педагогического университета. Это будут выступающие на втором пленарном заседании, а на первом пленарном заседании онлайн-участники, в том числе из Северо-Восточного государственного университета, который находится в городе Магадан. Международная студенческая конференция – это хороший повод заявить о себе, выдвинуть те самые интересные темы, которые ранее оставались в стороне, ну и, конечно же, пообщаться между собой. Многие участники уже не первый раз принимают участие в подобных конференциях, а вот город Брест посетили впервые. Я, например, давно уже езжу по конференции, мне это очень нравится, и посещать города, и в том числе знакомиться с организаторами. Я давно мечтала попасть в Брест, потому что я была последний раз здесь в четвертом классе в рамках просто путешествия, а здесь я совмещаю и научную деятельность, и вот возможность еще раз, уже в более зрелом, так сказать, возрасте посмотреть этот город. Такие конференции дают возможность, во-первых, набраться опыта международного участия, во-вторых, конечно, познакомиться, услышать, например, других участников, их мнение по поводу различных вопросов литературы, это всегда очень интересно, и посмотреть, какие еще темы интересуют других. У нас в этом году была дисциплина по русской литературе, мы проходили первую трею 20-го века, и так получилось, что мне выпала возможность поглубже познакомиться именно с этим произведением, и я подумала, если есть шанс поехать, представить, поучаствовать в конференции, потому что до этого я не участвовала, но очень хотелось, не имела возможности, почему не попробовать? Мы собрались, подали заявку все вместе и приехали сюда. Мне нравится то, что отдельно сделали формат дистанционный, отдельно сделали формат очного выступления, все очень доброжелательно, по-домашнему, очень волнительно, и вот мы сейчас здесь сидим, ощущение комфортное. То есть ощущение, что я не уезжала из студенциального университета, нет никакого давления, все прекрасно с этой точки зрения. Не так часто, в принципе, была на международных конференциях, поэтому, наверное, именно формат разъединения дистанции и очного выступления для меня самый такой приятный. Это возможность пообщаться, пообщаться для студентов, со студентами из других вузов, из других стран, пообщаться с другими молодыми учеными, например, как с магистрантами, магистрами, аспирантами, будущими кандидатами наук. Безусловно, пообщаться с преподавателями, потому что все равно конференция – это менее формальная обстановка, чем, скажем, лекция или тоже семинарское занятие. И, конечно же, я думаю, что такие конференции способствуют еще и познанию себя через язык, через литературу, через те темы, которые каждый из нас исследует. Мы узнаем себя, узнаем что-то новое о себе. На протяжении двух дней работали различные научные секции, в рамках которых проходили открытые дискуссии и выступления. Международный форум хоть и завершился, однако впереди его ждет много нового, и он еще не раз соберет студентов и молодых ученых, занимающихся изучением гуманитарных наук.